Всем привет, моё имя Данёк и сегодня я расскажу как лучше всего заработать на свою первую машину на NextRP. Данный способ будет полезен исключительно новичкам, которые ещё не особо освоили механики игры. Зная всё то, что я скажу дальше, у вас будет возможность быстро и главное без ошибок заработать на машину, при этом не теряя кучу времени на работах, как это было у меня. Но перед началом ролика хочу попросить поставить лайк под ролик, так как это нереально помогает в продвижении видоса, а также приглашаю играть вас на киевский сервак, где играю я. Если ты первый вылавил, нажимай F4 и справа нажимай на 3 точки и в нижнем поле вводи мари в код, который есть в описании, тем самым ты поддержишь меня непосредственно в игре. В дальнейшем я буду делать много розыгрышей на проекте, в которых ты сможешь забрать неплохие призы. Погнали к ролику. Всё что нам надо, после того как мы зайдём на сервер, пройдём квестовую линию, чуть освоимся, погоняем там по квестам и так далее, вам станет того мотоцикла, который у вас будет мало, потому что он едет вообще ничего и добираться в то или иное место будет очень накладно по времени. Поэтому, друзья, смотрите, первое дело, что нам надо сделать, это такие F4 сезонные награды. Это очень важно на самом деле, тут есть задачи в 6 этапов. Соответственно, где шестое, это самое такое прибыльное, но требует немало затрат в плане денег. Первое, оно самое лёгенькое, вот в принципе ничего сложного, вы получаете награду вот эти очки. Если у вас усиление, у вас в начале игры должно быть усиление, то есть вы получаете, ну не в 2 раза, чуть-чуть побольше, нежели просто без усиления. Соответственно, смотрите, выполняя вот эти все задания, вы набираете уровень вот этого сезонных наград. Вот, ещё до окончания сезона 1 день, если вы зайдёте, начнёте сразу прям вот это всё выполнять, после чего через день обновиться, будет новое задание, да. Вы получаете вот винил феникс, я получил нормально, в принципе, очень даже хорошо, он стоит 40 тысяч. Представляете, вы выполняете до второго левела, соответственно, вашего уровня, и получаете винил, который уже стоит 40 тысяч. Также вы получаете жетоны, за которые вы можете крутить там рулетку, в принципе, там ничего такого не выпадает, ну как к нему мне. Потом ещё сезонные кейсы, вы открываете вот эти самые кейсы. Открывать кейсы надо в F4 кейсы, и вот тут вы открываете кейсы. То есть у вас будет написано в наличии 1 или 2, смотря, в зависимости от того, сколько у вас их будет. После чего, крутить колесо фортуны вы можете вот тут. Вот у меня баланс пока что 0, бесплатный жетон, он удаётся, следите за этим. В принципе, ничего сложного, не крутите за донат валюту. Вы её можете перевести как в обычной папке, так и ещё что-то за неё можно потом будет приобрести. F4. Сезонные награды. Вот, это очень важно. Благодаря тому, что я выполнял вот эти задания, также работал, у вас будет в начале x2 зарплата на всех работах. Соответственно, следите за этим, не теряйте, по-моему, отдаётся 1 час, не теряйте это, идите сразу на работу мусорщика. Она самая прибыльная, и в принципе, по времени недолго. За одну поездочку вы получаете 20 тысяч от x2. То есть, если без x2, вы получаете по 10 тысяч там плюс-минус. Вот, это вам даст нормальный старт, нормальный буст, плюс, выполняя вот эти все квесты, вы получите нормальную прибыль, которой хватит вам на машину. Также, если вам повезёт, вам с кейсом может выпасть скидка на весь транспорт. Или это даётся в премиуме, я не помню. По-любому, в начале игры вы получаете премиум, бесплатный там на несколько часов или на один день. Честно, я не вспомню уже. И вы таким образом зарабатываете на свою машину. Я уже, слава богу, свою первую машину купил. Да, ребят, это 99-ая ночь. Что вы хотели, седьмой левел у меня всего лишь. К тому же, я просто вот плотненько поиграл один день. Один день, не более. Но теперь у меня есть машина, и это не скутер, который едет 60 км в час. Она у меня, дай боже, валит почти 200. По двухсоточку мы идём, и нормально я могу добираться в то или иное место. Соответственно, смотрите, теперь прикол. Если мы будем прокачивать хобби, ну типа клады искать, на машине добираться будет в 100 раз быстрее. Соответственно, вы будете быстрее фармить папки и больше зарабатывать. К тому же, если прокачать данный навык, то заработок будет ещё побольше. Если кто не видел, у меня есть на канале предыдущий видеоролик, где я показывал про хобби. Вы можете его посмотреть и, в принципе, всё поймёте. Также, ребят, я хочу вас пригласить играть с собой. Вот, для этого, чтобы поддержать меня. Смотрите. Нажимаете F4, три точки, рефералы. И вот в это нижнее поле вводите мой реферальный код. Соответственно, он есть в описании. Если вы вводите этот реферальный код, кидайте мне скриншот просто в дискорд. Я вам даю от себя ещё просто 10 тысяч. Вот так вот. Просто вы при этом ничего не теряете, а десятку получаете. Но вот эти все реферальные деньги, то есть, они уйдут только на розыгрыше. На розыгрыше среди вас, я думаю, людей наберётся там в дальнейшем. Потому что я буду всё-таки делать видеоролики. Кстати, видеоролики будут познавательные. Поэтому, если ты новичок, не переживай, ничего тебе сложного не будет. Также, те люди, которые поддержат меня в рефералке, я им буду просто помогать. Вот если вам надо выполнить какую-то сезонную награду, но у вас недостаточно бабок, это без проблем. Мой ник есть в описании, и вы, соответственно, можете писать мне как в дискорд. Так, можете писать и в игре прям набирать. То есть, я даже свой номер в игре оставлю. Вот, это не проблема. Те ребята, которые поддерживают меня, я буду взамен поддерживать их. Следующая ошибка, которую я совершал при том, когда я зарабатывал бабки, это я лазил по всем работам, искал, где выгоднее. Запомните, ребят, не делайте этого. Вы либо зарабатываете на хобби, либо зарабатываете на мусорщике, когда у вас Х2. Это самая прибыльная работа пока что, вот на данный момент, которую я нашел. Охота, рыбалка, это все нормально, правда, и надо прокачать навык чуть-чуть будет. Вот, это не сложно, это не беда, это не проблема. Если вы играете в игру, то, в принципе, вы можете спокойно это попрокачивать. Также хорошим заработком, ребят, это будет залететь ко мне на стрим, потому что я стримлю практически каждый день. Вот, и в некоторых моментах я могу раздавать деньги. То есть, вчера за стрим я раздал, по-моему, 300 тысяч. Просто так, просто человек что-то там сделал, там помог мне как-то или еще что-то, я ему накинул деньги. Это не проблема. Также, если у вас вначале будут проблемы с транспортом, вы можете мне просто брать вот так вот писать в игре. Если я не занят, я приеду, я всегда заберу, подвезу, отвезу. В общем, все, что надо. В дальнейшем я буду делать еще эти самые банду свою. Да, в любом случае она стоит 5 миллионов, но это не беда. В дальнейшем деньги будут, это вообще не есть проблема. Что я могу сказать по поводу данной машины? Во-первых, почему я выбрал именно 99, то они 6 какую-то или еще что-то там. Во-первых, шестерка она не едет в ничего. А во-вторых, вот эта машина, которая у меня сейчас имеется, она, в принципе, долго разгоняется, но если ее разогнать, она нормально будет ехать. Это раз. Во-вторых, у меня там чуть не хватало денег на, по-моему, на какую-то ладу, вот. Вот, она стоила 200 кусков, у меня пока от них денег не было. Вот. Еще одно из самых главных таких, как говорится, замечаний. Ребят, никогда не идите в казино для того, чтобы поднять легкие бабки. Запомните, таких не бывает, и казино, в принципе, вы уйдете практически в 80% случаев, просто в минус. Не застряйте на этом свое внимание, вам может повезти, но это один раз на миллион. И, в принципе, это можете быть именно вы, который заверет там нереальный джекпот, но, поверьте, это только просто какая-то нереальная должна быть везуха, вот, чтобы вам повезло, так. Не идите в казино. Вот, когда у вас, вы только копите на что-то деньги, не идите в казино и не совершайте ошибок, которые я совершил, проебал при этом, по-моему, около 50 или 60 тысяч, это не круто. Так не делайте. Еще хотел бы отметить работу автомеханика. То есть, она открывается, я не помню, по-моему, с пятого левела, или с четвертого, или с пятого уровня. Вот, там вы можете поработать, но в том случае, если у вас есть X2, там можно нормально, быстро, в принципе, довольно нафармить денег, а также опыта. Еще что хочу сказать, не идите работать в такси. Я не знаю, почему это, в принципе, работа тут, так как бы, не пользуется популярностью, потому что такси вроде как практически на всех проектах более-менее нормально оплачивается. Тут оплачивается работа в такси нормальная, это когда у вас уже будет первая машина, но заказов очень мало. Очень-очень мало, поэтому тоже не тратя свое время. Если вы хотите сработать первый миллион, вам не в такси, так точно. Скоро я сделаю рубрику на своем канале, где я буду просто поднимать свой первый миллион. Вот, я думаю, это будет интересно. Если ты хочешь следить, то, конечно же, подписывайся. Это несложно, и давай играть вместе. В принципе, всегда весело. Также в следующем видеоролике я хочу вам просто сделать обзор всех работ, дабы вы просто не тратили свое время, не лазили туда-сюда. У меня, в принципе, уже есть машина, и мне добираться более-менее плюс-минус быстро. Поэтому, ребят, если вы хотите увидеть этот видеоролик, то просто подпишитесь на канал, дабы не пропустить его выход, и вы сами своими глазами все увидите, где сколько платят, где что, как оно все это дело происходит. Поэтому, я думаю, вы из этого ролика, как минимум, что-то для себя-то выделили, потому что про сезонные награды я узнал где-то уровни на пятом, наверное, или на четвертом. То есть не сразу из игры, ну не с начала игры. Это была моя ошибка, поэтому не делайте таких ошибок. И поднимайте быстрее свой миллион.